всем привет дорогие друзья я свой канал свой среди своих кулинария и для канала алкофан мы сегодня снимем замечательный рецепт хлебного пива дорогие друзья не забывайте подписываться на канал алкофан кого заинтересуют рецепты у нас кстати хлебного пива рецептов очень много переходите к нам на канал но мы начинаем и дорогие друзья сегодня мы приготовим с вами хлебное пиво для приготовления на паре понадобится ряд ингредиентов но во всем с вами по порядку для начала поговорим о хлебе черный хлеб я беру черный бородинский хлеб нарезаем вот такими кусочками и отправляем в духовку при температуре 180 градусов на полтора часа в течение этого времени переворачиваем кусочки так чтобы он у нас равномерно просушился обжарился немножко сильно ужаривать не надо вот допустим вот этот кусочек но да немножко это уже бракованный но при такой массе в принципе ничего страшного хлеба используем одну полку на 10 литров то есть таким образом где-то у меня полка хлеба 550 грамм вышла обязательно следим за тем чтобы хлебушек у нас вот здесь бывает такая прослоечка она не досушивается то есть многие делают как они просто зажарили хлеб и сразу же его закидывают вот это дело лучше всего чтобы этого избежать то есть хлебушек у нас постоял в духовке и оставляем его еще на ночь досушиваться теперь относительно воды воду я беру спот фильтра можно также брать воду 5 литровых бутылях хлебушек наламываем в кастрюльку многие ребята пишут что они этого не делают но я считаю что лучше и правильнее делать так хлеб больше отдает свой вкус запах и тому подобное и еще дорогие друзья немаловажно относительно варки некоторые варят хлеб не стоит этого делать потому что выходит излишний крахмал что дают в последующем уже нашему пиву неприятный запах и неприятный вкус ну ребят теперь оставляем это дело запариваться оставляем запариваться на 8-6 часов то есть он должен запариться а последующем его отфильтруем сейчас уже переходим непосредственно к хмельной заправочке подготавливаем теперь наш хмель берем литр воды полтора друзья необходимо довести до кипения и добавляем первую порцию хмеля вот у меня такой зелененький идет это хмель самособранный и короче говоря он зеленый не до конца дозревший он у меня пойдет на горечь здесь я беру 15 грамм хмеля все засыпаем его сюда запах друзья сразу же моментально пошел запах это только начало так закинули хмельок и даем ему покипеть теперь чуть-чуть потише можно сделать даем ему покипеть 15 минут это будет у нас на горечь спустя 15 минут вот у нас теперь уже сделал огонь помедленнее как бы теперь у меня идет вот такой тоже сама собранный хмель но уже вызревший это пойдет уже на запах то есть его сейчас мод уже добавляем на запах и держим на огне течение пяти минут пусть так вот немножко проварится ох какие ароматы стоят друзья целом всего прошло пять минуток отключаем огонь и отправляем к нашему хлебушку замоченному также настаиваться настаиваться они будут вместе то есть также где-то примерно на 6-8 часов самое важное друзья если у вас будет это все на стараться примеру на балконе и так дальше температура не падала у вас меньше 20 град 20-25 градусов потому что тогда просто-напросто у вас дрожжи не зайдут ну увидимся через восемь часов друзья мои ну вот прошло наконец-таки у нас чуть чуть больше времени 9 часов у нас прошло так боялся что переостудил нормально 27 градусов принципе обычная комнатная температура жарковато так теперь что делаем ребятки и вот это дело и собственно сусло хлебное мы это все сейчас отфильтровываем посредством марли что относительно марли марлю берите ни в коем случае не стерильную потому что она обработана там стриптоцидом и так далее кучу всякой ерунды берите обычную марлю не стерильно но сейчас все это дело отфильтруем и вернемся в целом вот отфильтровали хлебушек непосредственно от основного сусла хлеб очень много забирая сразу скажу друзья сильно много не отжимая потому что не настолько все дорогостоящее и в принципе ну литра 2 я думал забрал тем не менее вот мы компенсируем теперь нашим вины настоем заливаем его суда также отфильтрованы залили друзья добавляем сахар 800 грамм это на 10 на 10 метров получается тщательно его перемешиваем ребята выглядит она таким вот темным тем не менее цвет у нас получается вот янтарный вот интересный цвет в процессе настаивания может немножко немножко осветлиться цвет достаточно приятный запах я вам передать не могу но поверьте на слово очень классный запах я использую обычно вот такие вот дрожжи сав момент то есть это фактически получается у нас рель если используете пивные в принципе можно использовать пивные дрожжи температура выдержки только сам совершенно другая это количество у меня пойдет вот так вот столовая ложка и теперь касательно дрожжей мы их ни в коем разе не перемешиваем не закидываем их полностью а вот распределяем равномерно по поверхности и ждем когда они самостоятельно гидрируются всех не надо перемешивать мешать то кто-то там отдельно в стаканчике замачивает ради бога друзья если вам так удобнее больше нравится то делайте но я делаю всегда вот так и в целом сейчас они у нас гидрируются после этого мы ну отправляем на первичное брожение занимает она в зависимости от качества сахара от семи дней и бывает недельки 2 то есть по-разному от семи дней то это самое до двух недель изначально смотрим по бороде если борода у нас именно пена сошла шапка уже начинаем пробовать чтобы главное не сильно кислила если сильно кислить значит что то сделали не так она у вас прокисло и в идеале не должно быть сахара кислинка может быть в меру друзья вот накрываем сейчас в моей ситуации я по принципу перчатки прошли так проще вам демонстрировать демонстрировать а в целом можно либо под перчатку какой-то бутыль поставить либо под гидрозатвор я за накрываю вот так пакетом и просто заматываю скотчем по принципу перчатки раздувается пакет потом пакет садится вот бродит увидимся друзья как вы видите вот она начала они начали гидрироваться уходить на дно увидимся и займемся уже непосредственно процессом карбонизации и так друзья первичное брожение у нас заняло порядка семи дней напоминаю что первичное брожение зависит от качества сахара вот качество дрожжей так ну вот на цветик смотрите вот такой вот у нас цвет уже приятно интересный получился обязательно пробуем на то чтобы не закисло чтобы оно было не кисло то что надо горчинка сахар весь вышел в принципе если немножко сахар есть то это допустимо это нормально главное чтобы не было чрезмерно кисло теперь будем его готовить на вторичную карбонизацию для этого берем полторашки каждую полторашку насыпаем по ложке сахара после того как насыпали сахар наполняем нашу полторашечку уже вот нашу можно сказать зеленым пиво немного места оставляем специально для того чтобы она у нас как бы дышала немножко то есть вот вот так вот обязательно не надо его до верха наполнять так закрываем это дело крышечкой и наш сахаров перетряхивая растворяемого полностью ну и проделываем это с каждой бутылочки ну вот собственно остается у нас вот дрожжики мы выливаем уже никуда мы использовать не будем и вот что у нас получилось вот такая вот небольшая батарея с 10 литров такой приятный цвет интересно теперь это все дело отправляем дорогие друзья на карбонизацию то есть оставляем на первые две недельки где-то мы оставляем при комнатной температуре бутылочки надуются и отправляем еще на две недельки в холод ну холод понять относительно естественно мини-минус 10 где-то так что было градусов 5-7 вот так держим в холоде две недели и после этого уже можно будет его употреблять вот этому мы еще ну что друзья мои самый приятный момент дегустация вот такой вот она у нас замечательно вот эти осадочек немножко появился холодильничка звенит открываем вот он звук ребятки что за звук и наливая в кружечку под уголок а то пенка и у ребятки пробуем аромат хлебушка замечательная замечательная а просто дивный чудный напиток друзья мои классно делайте пробуйте готовьте ну а с вами был свой подписывайтесь на канал алкофан всем пока друзья все